География 9 класс. Хозяйственное освоение Сибири. Как же осваивалась Сибирь? Как вы уже знаете, присоединение Сибири к русскому государству началось с похода Ермака в 1581 году. К этому же периоду относятся основания первых русских городов Сибири. Тюмени, 1586 год. Тобольска, 1587 год. Вот старая карта освоения Сибири и Тобольск просматривается. На этой фотографии Тобольский Кремль. Он, кстати, сохранился до сих пор. Ну и Ермак Тимофеевич. Освоение Сибири началось именно Ермаком. При впадении реки Тобол в Иртыш был основан Тобольск, который на фоне современных городов-гигантов кажется незаметным. Но этот город – первая столица Сибири. Ее административный и церковный центр в 17-18 веках. Церквей там действительно очень много. Тобольск также был крупнейшим культурным и просветительным центром Сибири. В 1703 году здесь открылась первая в Сибири славяно-русская школа. Затем был основан театр. Издавался первый сибирский журнал. По словам писателя Валентина Распутина, все, что утверждалось в Сибири – летописи, училища, книги, театр, науки и ремесла, православие, все это и многое другое, начиналось с Тобольска. И только после этого распространялось вглубь. Тобольск – один из очень немногих городов мира, сохранивших в своем облике силуэт 17-18 веков. Над городом господствует Кремль, построенный в начале 18 века по проекту Ремезова, архитектора, художника, историка, писателя и географа, выдающегося сибирского просветителя. В 17 веке главным товаром, вывозившимся из Сибири, была пушнина, а главным центром пушной торговли была златокипящая мангазея. Основанная в 1601 году в среднем течении реки Тасс, мангазея быстро стала процветающим городом. Ее жители выменивали меха у местного населения. Сами промышляли соболя, занимались рыболовством, судоходством, ремеслами. В мангазею приезжало много русских купцов, привозивших отечественные и западноевропейские товары и вывозивших пушнину. Мангазея давала большие доходы государству. Однако, чрезмерные объемы заготовок пушнины подорвали ее запасы. И уже с середины 17 века поступление пушнины резко сокращается. Мангазея была оставлена населением, и долгое время само ее местонахождение оставалось загадкой для историков и географов. Следующий этап освоения Сибири 18-19 века связан с перемещением главных линий проникновения к югу, в степную зону, где строятся крепости, защищающие русских поселенцев от воинственных степных народов. В предгорьях Алтая, Барнаул и в Забайкалье, Нерчинск, в начале 18 века развивается новое направление хозяйственной деятельности – добыча серебряных рот и выплавка серебра. Из Сибири Россия получает все серебро. А в тот период именно серебряная монета была основной денежной системой страны. Начинается пока еще в небольших масштабах и крестьянское заселение степных районов. Позже открываются месторождения золота в Восточной Сибири. Отсюда Россия получает к концу 19 века 70% всего золота. Вот посмотрите на карту. Проникновение на юг. Так вот направо к дальнему востоку, захватывая юг, расселяется русский народ вплоть до Китая и Монголии. И дальше на Дальний Восток. Предгорье Алтая. А это Забайкалье, Нерчинский район. Один из первых городов Нерчинск. Иркутск возник в XVII веке. Статус города получил в 1686 году. С конца XVIII века центр губернии, а с начала XIX века восточно-сибирского генерал-губернаторства, которое простиралось тогда до Тихого океана. Иркутск традиционно считался культурной столицей Сибири. Поэтому немало способствовали ссыльные декабристы, много сделавшие и для изучения Сибири, и для развития в ней просвещения. Промышленный рост города начался в XX веке. Иркутск – один из немногих городов Сибири, имеющий вокруг себя развитую городскую агломерацию, сложившуюся вдоль Транссиба. Города Шелихов, Уссули-Сибирская и Ангарск. Вот это старая карта. Видите, на писанном море Байкал. Тогда Байкал считался морем. И Иркутск. Транссибирская магистраль, которую начали строить в 1891 году, из Челябинска, а позже и из Владивостока, то есть их строили навстречу друг другу, резко облегчило переселение людей. К 1914 году в Сибирь переселилось более 2 миллионов человек. Способствовало сельскохозяйственному освоению территории, сделало выгодным вывоз за границу зерна и сливочного масла, которые здесь производились в избытке. Александр Третий подписал указ о строительстве Транссибирской магистрали. Вот он Транссиб и паровоз. Ну а теперь по Транссибу бегают вот такие вот поезда. Именно в это время на пересечении крупнейшей реки Западной Сибири Аби Транссибом зарождается самый молодой российский город-миллионер – Новосибирск. В 1893 году здесь возникает поселок строителей железнодорожного моста, который в 1903 году преобразовывается в город Новониколаевск в честь императора Николая II. В 1925 году он переименовывается в Новосибирск, и вскоре это уже один из крупнейших городов Сибири. Вот город Новониколаевск, общий вид. Тогда, конечно, он был одноэтажным. Двухэтажные дома были довольно редки. Ну а это Новосибирск сейчас. Город-миллионник. Транспортное положение города становится еще более выгодным после завершения строительства в 1930-х годах Турксиба – Туркестана-Сибирской магистрали. Она проходит из Новосибирска через Барнаул до Алматы. После чего все связи Сибири со Средней Азией стали осуществляться через Новосибирск. На карте Турксиб. Вот он, первый поезд в степях Казахстана. Молодой город Новосибирск не имеет каких-либо памятников старины, древних храмов или крепостей. Его достопримечательности созданы в 20 веке. Это промышленные предприятия, научные и проектные организации, театры и музеи. Новосибирск – крупнейший научный центр в Азиатской России. Здесь еще в 1950-х годах был построен знаменитый своими научными достижениями мирового уровня Академгородок – Центр Сибирского отделения Российской Академии наук. Как осваивалась Сибирь в советское время? Освоение Сибири в 1930-е годы связано уже с индустриализацией хозяйства. В военные годы Сибирь приняла оборудование сотен эвакуированных заводов и миллионы людей из западных районов СССР. С этого периода резко повышается доля оборонных отраслей в структуре сибирской промышленности. Красноярск, основанный в 1628 году как острог Красный Яр на высоком правом берегу Енисея, начал развиваться как промышленный центр после постройки Транссибирской магистрали. Но особенно во время Великой Отечественной войны, когда сюда были эвакуированы десятки заводов. В 1960-х годах, в 40 километрах выше города, на Енисеи, была построена Красноярская ГЭС, в результате чего в городе ухудшилась экологическая обстановка. Падающая с большой высоты вода не замерзает даже в самые холодные зимы. И над незамерзающей рекой клубится туман, который смешивается с выбросами заводов, алюминиевого, синтетического каучука и многих других, что в безветренную погоду резко ухудшает качество воздуха. К юго-западу от города, в отрогах Восточного Саяна, находится знаменитый заповедник, столбы со 100-метровыми скалами причудливых форм. Это острог Красный Яр, построенный на правом берегу Енисея. Это Красноярская ГЭС. Вечерний Красноярск. Заповедник Столбы. Скалы, которые называются Перья. После войны началось развитие новых для Сибири отраслей электрогидроэнергетики на Ангаре и Енисеи, выплавки алюминия на базе этой дешевой энергии, выплавки меди и никеля в Норильске, целлюлозно-бумажной промышленности и, конечно, добычи нефти и газа на севере Западной Сибири. Еще более разветвленным становится военно-промышленный комплекс. Возникает несколько закрытых городов, связанных преимущественно с атомной промышленностью. Распад СССР был отмечен резким спадом в военно-промышленном комплексе и во многих гражданских отраслях. Возникли проблемы в отношениях с Казахстаном, через который проходят несколько железных дорог, соединяющих Сибирь с Уралом. На казахстанском угле экибастузского месторождения работали ГРС Южного Урала, а экибастузские ГРС снабжали электроэнергией города Южной Сибири. Разрывы многих производственных связей, конечно, отрицательно сказались на экономике района и всей страны. Транссибирская магистраль на участке Челябинск-Омск проходит через казахстанский город Петропавловск, Южно-Сибирская, Новокузнецк-Барнаул, Павлодар-Астана-Магнитогорск и Среднесибирская камень-на-Аби, Кокчетав-Кустанай-Челябинск. Магистрали стали в основном проходят по территории Казахстана. В новых условиях еще более возросла роль Сибири как основного источника валютных поступлений России. В 1990-е годы увеличилась доля импорта в обеспечении потребностей населения России и продуктами питания, и потребительскими товарами. А главным источником валюты остался экспорт нефти и газа. К ним присоединился экспорт алюминия и никеля из Сибири, потребление которых внутри страны резко сократилось. Сейчас на экспорт идет до 90% произведенного никеля и алюминия. Каковы различия в заселении территории Сибири? В первом приближении можно выделить две зоны. Южную зону сплошного заселения и освоения и северную зону очагового освоения. Как вы помните, главная полоса расселения нашей страны постепенно сужается к востоку. Европейская часть, почти вся, кроме северного района и юго-востока, имеет сплошное заселение. За Уралом эта полоса прижимается к южной границе России, а к востоку от Энисея порой прерывается почти незаселенными территориями. Практически вся зона к северу от главной полосы расселения включена в зону Крайнего Севера и приравненных к ней районов. В советский период для привлечения сюда населения использовались различные льготы. Большая зарплата, более длительный отпуск с частично оплачиваемым проездом до места отдыха, возможность более раннего выхода на пенсию и т.д. В 1990-е годы большая часть этих льгот была фактически ликвидирована или потеряла свое значение. Но эти льготы давались как компенсация за суровые климатические условия и оторванность от большой земли, что требовало и больших денежных расходов на жизнеобеспечение. На севере невозможно прокормиться тем, что там растет, и необходимо завозить продовольствие издалека. В суровом климате требуется больше теплой зимней одежды, больше топлива, а оно здесь тоже гораздо дороже, поскольку привозится издалека и т.д. Поэтому потеря льгот привела к оттоку населения из зоны Крайнего Севера. Вот взглянув на карту, вы увидите, вы знаете, что где темнеет свет, там больше плотность населения. За Енисеем практически очень редко можно встретить большую плотность населения, и то по городам. Какие же выводы можно сделать из хозяйственной истории Сибири? В каждой из этапов Сибирь выполняла функции поставщика сырья и источника валюты для России. Вначале это была пушнина, затем серебро и золото, масло и зерно, уголь и сталь, а в наше время лес и целлюлоза, нефть и газ, алюминий и никель. Причем некоторые из этих ресурсов уже в значительной степени исчерпаны. Пушнины, серебра, золото, леса и нефти стало гораздо меньше. Поэтому дальнейшее развитие Сибири, только как сырьевого придатка страны, чревато исчерпанием даже кажущихся огромными ресурсов.